МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В помещении Люберецкого общества инвалидов провели ремонт. Дети получили новые возможности при подготовке к ЕГЭ, подготовке к ГИА, участие в Олимпиаде. В школе номер 54 открыли центр образования «Точка роста». Достаточно конкурентный бой. Понятно, я его выиграл. Мне дали все три раунда судьи единогласным решением. Но соперник достаточно непростой. Пришлось выложиться. В округе состоялся финал всероссийских соревнований по боксу. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Коллеги, доброе утро. Начинаем наше совещание. Вопрос, который мы сегодня обсудим, доклад от Константина Михайловича. Капитальный ремонт наших сетей, подготовка города к зиме. Как идет работа, на каком этапе находимся. На сегодняшний день уже 98,9% МКД подготовлены к зиме. В НС, ВЗУ, КНС и сети водоснабжения на 100% в прохождении к зиме готовы. Из 82 котельных 98,8% готовы. На последней котельной завершаются пусконаладочные работы. Сети водоотведения и теплоснабжения готовы, соответственно, 97% и 95%. Установленный губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым срок 15 сентября. Мы укладываемся без замечаний. Следующий доклад о уличной дорожной сети, развитии дорожной инфраструктуры. Иван Алексеевич, пожалуйста. В 2025 году будет построен новый разноуровневый надземный пешеходный переход между улицами 1-я Первомайская и новый проспект в поселке Малаховка. В рамках государственной программы Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2017-26 года Дирекция дорожного строительства приступила к возведению разноуровневого пешеходного перехода в районе дома 10 по улице КСЗ. В рамках государственной программы Российской Федерации развития транспортной системы на территории городского округа Люберца в ФКУ Центр Автомагистраль ведется строительство разноуровневого надземного пешеходного перехода в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьский. По информации, полученной от заказчика реконструкции, завершить работы по строительству нового перехода планируется до запуска движения по новой объездной дороге до октября текущего года. В этом году состоялось совещание с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на котором было подтверждено, что ранее демонтированный путепровод над автомобильной дорогой М5 Урал на Латкаринском шоссе будет восстановлен. Строительство нового путепровода улучшит транспортную доступность, а также избавит водителей от необходимости делать перепробег в 6 километров. Время в пути сократится на 15-20 минут. Поступает очень большое количество сообщений от наших жителей в соцсетях по запахам воздуха. Поэтому Ирина Валерьевна, Курчигина, также прошу доложить о причинах и что предпринимаем для того, чтобы эти запахи сократить. С конца августа, согласно данным Росгидромет, на территории Подмосковья и городского округа Люберцы объявлены НМО, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ. Это означает, что во время штиля или безветрия все выбросы, разносимые ветром, прибиваются к земле, скапливаются в приземном слое воздуха. Запах усиливается и температурными качелями, во время которых низкие температуры ночью и высокие днём. Концентрация выбросов от предприятий в такие дни становится причиной появления химического или загазованного запаха. Поэтому в такие периоды необходимо кратковременное сокращение выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу. У каждого предприятия есть план мероприятий по снижению выбросов, период НМО. К сожалению, не все предприятия придерживаются данного правила, в результате чего наблюдаются неприятные запахи на территории нашего округа и большое количество жалоб от жителей. По повестке все вопросы, коллеги, нет других дополнений. Если нет, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. Строительство моста Дружбы и благоустройство Черного озера объединило Люберцы с соседним районом Москвы. Рядом с водоемом на смотровой площадке на улице Камова состоялась первая межсубъектная выездная администрация. На вопросы жителей Владимир Волков отвечал совместно с главой управы Некрасовки Еленой Хромовой. Наша съемочная группа работала на встрече. Уже несколько месяцев жители микрорайонов Зенина и Некрасовка наблюдают за работой строительной техники на Черном озере. На водоеме активно идет строительство моста. Уже завершены работы по отсыпке дамбы между двух берегов. Забурено 14 свай из 86. Полностью приготовить основания для последующей установки мостовых опор планируют к середине октября. Дальше начнутся монолитные работы по возведению свай моста, подпорных стенок, ну и дальнейший этап формирования мостовой конструкции, ну и как бы следующий этап строительства. Сваи железобетонные, сам мост металлический из металла и железобетонная плита с асфальтным покрытием. В то время как строители трудятся над возведением моста, руководство Люберец и Некрасовки общаются с жителями двух микрорайонов. Работы уже стартовали, и по сравнению с предыдущей встречей вопросов стало меньше. Но есть темы, которые все-таки волнуют горожан. Сейчас наше озеро Черное выглядит как озеро, разделенное на три независимых озера за счет этой дамбы. Вопрос, будет ли сквозной проток по этому мосту или по этой дамбе? Дамба построена для цели строительства моста, после строительства моста она будет демонтирована. То бишь, озеро останется целостным. Прозвучали вопросы и по поводу благоустройства прибрежной зоны. В частности, жители интересуют озеленение территории и сохранение существующих деревьев. У нас есть в проекте предусмотрена частичная пересадка. Но когда мы говорим про поросль, это, собственно, то, что подлежит расчистке. Вот то, что, например, мы сейчас вот здесь видим, вот я вижу только одно дерево, два максимум. Остальное это поросль. Поэтому давайте мы будем отделять более того. Когда мы говорим про то, что предусмотрено озеленение, мы говорим про большемеры. Не про маленькие деревца, там 70 сантиметров в метр, а про хорошие, да, уже такие приличные по возрасту деревья. И озеленение еще будет компенсационное, поэтому здесь будут дополнительно высаженные деревья. Поэтому будет интересно, не переживайте. Будет зелено и красиво. Вокруг озера появится современная зона отдыха, детские спортивные игровые площадки, смотровая, амфитеатр, опороосвещение. Вся территория будет под прицелом камер, подключенных к системе «Безопасный регион». Нам, конечно, нравится, потому что до этого не было ничего благоустроено. А теперь будет красивый мост и красивые дорожки. Ну, каждый день мы здесь гуляем с ребенком, с коляской, с собакой. Поэтому будем теперь гулять по благоустроенному озеру. Завершить масштабный проект по строительству моста и благоустройству парковой зоны вокруг Черного озера планируют в ноябре следующего года. В поселке Красково прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз темой для обсуждения стало благоустройство кореневского карьера, который вошел в государственную программу формирования комфортной городской среды. Каким в будущем видят берег любимого пляжа Люберчане, расскажем в сюжете. Кореневский карьер пользуется большой популярностью у жителей городского округа. Это любимая зона отдыха и проведения спортивных мероприятий. На данный момент благоустроена только одна сторона водоема. Для того, чтобы полностью привести в порядок береговую зону, карьер внесен в государственную программу формирования комфортной городской среды. В прошлом году с Андреем Юрьевичем состоялся разговор о том, что нам, конечно, необходимо добавить средства для того, чтобы весь этот потенциал был раскрыт. Потому что есть противоположная сторона, есть обратная сторона карьеры. И хотелось бы, чтобы все было благоустроено, комфортно для всех. Встреча проходила в формате интерактивной игры. Жители разделились на несколько команд и предложили свои идеи по будущему благоустройству зоны отдыха. Большое внимание уделили освещению и установке камер видеонаблюдения. А также строительству детских и смотровых площадок. Нам здесь нужен свет, нам здесь нужны дорожки, велодорожки. Нам нужны ограничения для движения транспорта, контроль в ночное время шума, контроль над отдыхающими. Для того, чтобы они культурно отдыхали. Также нам надо, чтобы появилось больше пирсов. Для того, чтобы можно было на большей площади людям отдыхать. Соответственно, детские нужны площадки и места, где можно провести время. Те же самые беседки. Интересный формат. Мне кажется, жители восприняли его очень позитивно. Потому что это достаточно игровая форма непосредственного участия в проектировании. Нам, правда, очень важно было узнать, что именно хотят люди перед тем, как мы начнем проектирование этого объекта. И очень хотелось бы учесть все действительно, что беспокоит и в чем есть потребность. Что бы хотели люди получить и приезжающие, и отдыхающие, и, конечно, те, кто занимается спортом. Все предложения жители взяли в протокол. Теперь начинается проектирование. Благоустройство территории, прилегающей к кореневскому карьеру, начнут летом следующего года. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Люберецкое телевидение. В Октябрьском состоялась внеочередная выездная администрация. Встреча с жителями была посвящена капитальному ремонту тепловых сетей в районе улицы Текстильщиков. На вопросы жителей поселка отвечали заместитель главы городского округа Люберцы Константин Карпов, главный инженер Люберецкой теплосети Андрей Хлопотин, а также представитель подрядной организации, которая проводит замену теплотрассы. Эта работа необходима для того, чтобы избежать аварий на теплосетях в зимнее время. Риск возникновения внештатной ситуации высок из-за устаревшего оборудования. Модернизации подлежит 850 метров сетей в двухтрубном исчислении. Нам надо с вами набраться терпения и еще три недели до 4 октября жить без горячей воды. Но это единственный вариант обеспечить нам бесперебойное прохождение отопительного сезона не только в этом году, но и в следующем. Потому что труба меняется на новую, эту трубу не ремонтировали никогда с момента ее укладки. То есть локальные ремонты там с влатанием дыр, они не могут быть бесконечными. Было принято решение, чтобы модульно-блочную котельную поставить. Дмитрий, подрядчик, пошел на это направление, заказали котельную, и сколько мы могли, мы поставляли. Тот ресурс, который мы поставляли, без условий, что Дмитрий, значит, вкладывал туда определенные финансовые средства, сумма за подачу тепловой энергии, которую мы уже получали, поставляться не будет. Это общее принятое наше решение с администрацией и Люберецкой техносити. В помещении Люберецкой местной организации Всероссийского общества инвалидов провели косметический ремонт. По поручению главы городского округа там установили навесные потолки, обновили стены, кухню и санузел. Владимир Волков лично оценил проведенную работу. Сегодня у представителей общества инвалидов первое совместное чаепитие в отремонтированном помещении. И теперь собираться здесь хочется как можно чаще. И гостей приглашать уже намного приятнее. Вот всё сделали, а на зеркале сэкономили. У нас ещё зеркало в туалет. Ну, раз, обещайте, ну давайте. Ремонтные работы провела управляющая компания ЛГЖТ. Небольшое помещение, где собираются члены общественной организации, давно нуждалось в обновлении. Были проблемы с инженерными коммуникациями, электрикой и сантехникой. Потолок сделали подвесной со светильниками. Нам покрасили помещение. Нам сделали комнату психологической разгрузки. Отремонтировали кухню. Где-то сделали стеллажи. Жалюзи день и ночь повесили. В общем, у нас стало замечательно. Люберецкое общество инвалидов состоит из девяти первичных организаций, в которых состоит 981 человек. Они принимают активное участие в жизни городского округа Люберцы, поддерживают областные и всероссийские проекты. Сейчас основная деятельность общественной организации направлена на помощь бойцам СВО. Луиза и Геозерян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. В городском округе проходит медиа-неделя. Ежегодный проект, объединяющий представителей СМИ и общественность, состоялся уже в 18-й раз. Одним из мероприятий, проведенных в рамках журналистского марафона, стала встреча Владимира Волкова с молодежью. Тему продолжит наш корреспондент. В Доме офицеров сегодня неформальная пресс-конференция. Главный гость – Владимир Волкова. В качестве журналистов – школьники и студенты городского округа. У каждого есть возможность напрямую задать вопрос главе Люберец. Прежде всего, молодежь интересует создание нового центра, где они смогут воплощать в жизнь свои творческие проекты. Его строительство начнется уже в этом году. Он очень красивый, современный. Проектировали лучшие архитекторы наши российские. По вашим требованиям много стекла, много таких современных композитных материалов. Будет разная абсолютно направленность. Это и класс для журналистов, или для блогеров, как сейчас модно говорить. Это, и, конечно же, место встречи, где можно просто будет выпить кофе. Там все будет бесплатно, во-первых. Это полностью огромное здание, 900 метров, около тысячи, где будет конференц-зал, будут классы по интересам, будут компьютерные классы, киберспортивные. То есть наполнили тем, чего у нас нет. Открытие молодежного центра состоится в апреле следующего года. А пока студенты городского округа воплощают идеи на базе своих учебных заведений. Воспитанники таможенной академии, воспользовавшись случаем, рассказали главе о своих успехах. В этом году они стали обладателями гранта Федерального агентства по делам молодежи. Денежные средства направят на создание медиашколы в стенах вуза. Луиза и Геазарян Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон». В Люберцах эксперты, наставники и амбассадоры привели встречу с молодежью, где поделились ценными советами и рассказали, как правильно сделать проект для получения гранта. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Всероссийский конкурс «Росмолодежь. Гранты» существует с 2011 года. В прошлом месяце стартовал второй сезон проекта. Главная цель – поддержка молодежных инициатив. Для конкурсантов представлено 18 номинаций – от развития туризма до спорта и здорового образа жизни. Это действительно уникальная возможность. И каждый человек, особенно, например, который находится на старте своей профессии, делает первые шаги в карьере, ему классно, например, опробировать какую-то свою идею. И вот в этом смысле гранты могут стать вот этой вот возможностью, чтобы сделать собственную свою какую-то профессиональную визитку. Эксперты-наставники и амбассадоры рассказали о требованиях к оформлению презентационных роликов и заявки. Основной акцент сделали на актуальность социальных проектов. Эти знания позволят участникам повысить шансы на победу, а значит, получить финансирование. Первое, абсолютно верно, это про статистику той проблемы, есть ли она есть. Какая, а где ее взять? Второе, когда мы говорим про целевую аудиторию, то вы должны также показать, что вы понимаете, сколько целевой аудитории у вас. Что еще? В идеале самое лучшее – это, конечно же, социальный опрос. Когда вы не просто думаете и изучаете вашу целевую аудиторию по интернету, а когда вы с ней работаете напрямую и знаете, сколько реально этих людей. В конкурсе за время его существования приняли участие более 160 тысяч человек со всей России. В этот раз максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей. Прием заявок завершится 24 сентября. Принять участие в проекте могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году четыре общеобразовательных учреждения городского округа Люберцы присоединились к проекту «Точка роста». Это специальные центры естественно научной и технологической направленности, которые создают на базе школ и гимназий в селах и малых городах. Какие обновления произошли в Октябрьском, расскажет Анастасия Кладинова. 54-я школа в Октябрьском – одна из площадок, на которой открыли образовательный центр. Здесь созданы комфортные условия для получения качественного образования. В учебном учреждении помимо обновленных классов есть многофункциональные устройства – микроскопы, ноутбуки, цифровые доски и многое другое. Наведение нашему классу очень сильно нравится. С помощью цифровой лаборатории мы смогли более эффективно изучать физику и все физические свойства. Более наглядно, то есть на компьютере у нас выводятся все нужные нам графики и измерения. В реализации проекта современным оборудованием под «Точку роста» адаптированы три кабинета – физики, химии и биологии. С появлением таких классов в школах открываются новые возможности – как для проведения уроков, так и для привлечения ребят к проектной и внеурочной деятельности. Дети получили новые возможности при подготовке к ЕГЭ, подготовке к ГИА, участии в Олимпиадах. «Точка роста» работает на все классы, в том числе и в начальной школе. Потому что, привлекая детей с начальной школы, в рамках основного внеурочной деятельности, мы помогаем развить любовь к предмету. Работу нового центра образования естественно-научной деятельности в 54-й школе проверил и глава городского округа Владимир Волков. С ребятами пообщались, очень интересно, глаза у них горят, все хотят идти дальше учиться и поступать в высшие учебные заведения. Конечно, для нас это самый главный результат, так как мы всегда будем ждать наших выпускников в городском округе, для того, чтобы они работали в дальнейшем на территории нашего городского округа. В этом году по такому же принципу начали работать 51-я школа в Мирном, 56-я гимназия в Краскове и 8-я в Томилине. Проект «Точка роста» реализуется в городском округе с 2019 года. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Люберецкое телевидение. Измерить давление и пульс, наложить повязку, остановить дыхание и ритм сердца. Всему этому начали учить 7-е и 8-е классы кадетской школы. С этого года в школьную программу ввели уроки оказания первой помощи. Как прошло первое занятие, расскажет наш корреспондент. Вы решили его вытащить из машины, а у него сломаны позвонки. Вот у него сломаны шеи позвонки. Если вы стали его вот так вытаскивать, попробуйте. 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 Что вы сделали? Доломали. Доломали. Может быть, нам взять какую-нибудь деревяшечку. А что у нас тут подучено? А ну-ка давайте-ка мы подсунем вот эту деревяшечку. И вот будем его вытаскивать. Видите, не смещается ничего. То есть, какой он был пострадавший, такой был. Вы его в фиксированном положении вы его вытащили. Цель курса – научить школьников ориентироваться в ситуации, где требуется первая помощь и уметь правильно ее оказывать. В кадетской школе уроки будет проводить главный врач медицинского центра Марусина Наталья Феоктистова. Медицине она посвятила больше 35 лет. Сейчас ее задача – не только обучить детей теории, но и научить применять знания на практике. Это новый проект по указу президента. Нас во всех школах обязывают сейчас обучению оказанию первой помощи. Не медицинской, а именно оказанию первой помощи. Всегда. В любых ситуациях, в экстренных ситуациях, мы бываем бессильны перед тем, чтобы оказать первую помощь. Рядом с нами могут быть пострадавшие как при ДТП, как просто человек на воде, отморожение, ожоги. И пока мы дождемся, пока приедет скорая помощь или медицинская помощь, мы можем что-то оказать все сами. И вот этому мы хотим научить все детей. На вводном уроке рассказали о последовательности действий на месте происшествия. Школьники узнали, как перемещать пострадавшего, накладывать повязку на рану, извлекать инородное тело из дыхательных путей и выполнять сердечно-легочную реанимацию. У нас такого в школе не было никогда, если так подумать, кроме уроков ОБЖ, которые сейчас ОБЗР. Мне кажется, что этот урок очень важен в жизни. Когда даже едешь куда-то далеко, замечаешь, что много аварий, что-то еще. И думаешь, хотелось бы лично мне очень помочь. Я считаю, что это очень нужно в жизни. Обучение будет проходить в виде лекций и практических занятий. Курс рассчитан на два учебных года, после чего школьники сдадут зачеты. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. Погулять с питомцем в парке и получить комплекс ветеринарных услуг. Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством благоустройства Московской области организовали акцию для владельцев домашних животных. Начиная с 22 августа в 14 городских округах Подмосковья работали выездные офисы государственной ветеринарной службы. Заключительный день проекта прошел в Центральном парке городского округа Люберцы. В мобильном пункте можно было чипировать кошек и собак и регистрировать их в единой региональной базе. Чипирование – это обязательное мероприятие для регистрации животных. Регистрация животных сейчас с 1 сентября по Московской области – это обязательно. Это вживление микрочипа подкожно для собачки или для животного в целом. Это безопасно и, можно сказать, безболезненно. Если вдруг собачка пропадет, считать ее можно в любой ветеринарной клинике специальным считывающим устройством. Будет вся информация в базу уже занесена по этому животному, в том числе с номером телефона, с адресом владельца и с электронной почтой. В мобильном пункте предлагали позаботиться и о здоровье домашних питомцев. Специалисты бесплатно проводили вакцинацию от бешенства. Напомню, что защитный укол хвостатым любимцам нужно делать каждый год. Узнала от мамы. Она нашла на сайте. Прививать – это очень нужно обязательно. От всяких заболеваний, болезней. В картинной галерее Люберец открылась областная художественная выставка «Отражение». Представлены работы разных жанров. Организатором выступил Союз художников Подмосковья. На открытии побывал наш корреспондент. С помощью этой выставки можно заглянуть в закулисье. Она является проводником в мир художника. Потому что художник не пишет, не лепит предмет. А художник, он доносит до нас свое понимание изображаемого предмета. Наверное, вот именно этим интересна эта выставка. В центре внимания – внутренний мир человека-создателя. Его мысли, чувства, восприятие жизни и исторических событий. Чтобы отразить это, художники обратились к разным формам. Живописи, графики, скульптуре. Отдельный раздел экспозиции посвящен декоративно-прикладному творчеству. Выставка, конечно, впечатлила меня красками, тематикой. Кое-что мне очень понравилось. И там я задержалась подольше. Ну и потом вот этот перелив ярких красок очень позитивно влияет на настроение. Разные работы. Они вызывают каждые разные эмоции. Где-то есть над чем погрустить. Где-то есть над чем порадоваться. Где-то философские очень. И по-хорошему, конечно, выставку надо смотреть. Я еще, опять же, повторюсь, не досмотрела. Надо смотреть ее неторопливо, вдумчиво. Среди представленных работ – произведения художника Александра Дудина. Одно из них – «Автопортрет с волками жить». Над этой картиной, написанной маслом, мастер работал около месяца. Эту картинку я написал лет 15 назад. Тоже была тематическая выставка «Автопортрет». Ну, вот я использовал такой момент для поговорки известного. Прежде всего, использовал зеркало, поскольку себя рисовал. Ну, и иконографическое изображение животных, в данном случае, волков. Хорошие зверюшки. В картинной галерее представлены работы участников многократных выставочных проектов в России и за рубежом. Их всего более ста. Некоторые произведения экспонируются впервые. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. Во дворце спорта «Триумф» завершились соревнования российского физкультурного спортивного общества «Спартак» по боксу среди мужчин. Всего в финальных поединках приняли участие 12 пар сильнейших спортсменов. Кто же стал победителем, узнали мои коллеги. Во всероссийских соревнованиях, которые длились пять дней, приняли участие 130 спортсменов. Но финальный гонг прозвучал только для 24-х. За боями следила судейская коллегия из пяти человек. Они оценивали боксеров по трём критериям. Техника и тактическое мастерство, точность удара и дух соперничества. По своему накалу соревнования проходят на высоком организационном уровне. И боксеры в технико-тактическом мастерстве очень высокого класса. У нас здесь мастера спорта международного класса, мастера спорта и кандидат в мастера спорта. Очень хороший бокс показывает. В этих соревнованиях участвовали спортсмены из 24 регионов России. Евгений Жоров из Адыгеи. Боксом занимается 15 лет. Сейчас он мастер спорта международного класса. Со своим соперником встретились на ринге в весовой категории 51 килограмм. В этом бою Евгений одержал победу. Достаточно конкурентный бой. Понятно, я его выиграл. Мне дали все три раунда судьи единогласным решением. Но соперник достаточно непростой. Пришлось выложиться. К этому турниру мы месяц готовились. С утра набирали физическую форму. По вечерам у нас бокс. 5-6 дней в неделю я тренируюсь. Поэтому я был уверен в подготовке. Участники, занявшие первые места, получили чемпионский пояс по боксу и путевке на первенство России. Всего в этих соревнованиях среди мужчин 12 победителей. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте. До свидания.